Смотрите, что происходит. Рабочий день. 11.00. Потеплело очень сильно. Я нахожусь на шарташе. И видите, какой аншлаг здесь происходит. Я вообще в шоке. Да, все, видать, на работе. Ну что ж, и мы пойдем поработаем над водоемом и половим рыбу. Вот, ребята, выходим на лед и видим следующую картину. Яблоку негде упасть. Ну, относительно, конечно, но народу очень много. Что случилось, фиг его знает. Людям, походу, жрать нечего. Если столько народу здесь, то кто ж работает. Да, ну что, пошли искать место и попробуем половить. Очень много людей, очень много людей с палатками. Им, конечно, хорошо, несмотря на то... Так, сани мои, не валитесь. Несмотря на то, что сейчас где-то минус 3. Ну, ощущается чуть как побольше, конечно. Сильный ветер, но попробую сейчас порыбачить и, наверное, даже постримить. Но если не получится стрим, то вы увидите вот это. Если стрим получится, то, не знаю, видите, запись с камер. Ну, в записи или нет. Если идти по тропинке, то нормально. А если без тропинки, то, ну, в принципе, ноги проваливаются, но не сильно. Можно идти, но, конечно, намного тяжелее. Тропинка просто уходит вон туда. А мне туда не надо. Я, наверное, где-нибудь здесь сейчас попробую. Вон один рыбак-отшельник сидит. Вон там какой-то мужичок. Ну, это, по-моему, только что, который был. Он вообще близко к берегу. Ну, а в тот раз вот здесь вот пробовал, где плита. Тут нифига не клевало. А был я где-то примерно, ну, вот здесь, наверное. Я уж точно, конечно, не помню. Сейчас трудно определить. Ну, сейчас выберу. Ладно, определюсь. Вот я подсел в какую-то заметенную тропу. В последнее время, как я уже и сказал, много выпало снега. Ну, в городе где-то, ну, наверное, больше полметра. Здесь, естественно, его сдуло. Плюс он усел. Не так его, кажется, много. Но сейчас будем бурить лунки и посмотрим. Вот, смотрите, нашел тугли. Походу, здесь кто-то конкретно обосновался. Наверное, с ночевкой. Вот, походу, здесь стояла палатка. Ну, давайте здесь и попробую. Вон там как раз сидит рыбак-отшельник. И, походу, он постоянно меняет наживку. Ну, рыбу я у него не видел, но давайте начнем отсюда. На последней рыбалке изувечил я немного ножи. Вот здесь, наверное, вам видно будет. Но попробую сейчас ими. Если ничего не получится, то придется менять ножи. У меня есть ступенчатые. Сейчас будем пробовать. Няга, наверное, сантиметров 30-40. Ну, 40, наверное. Фу. Ну, давайте пробовать. Так, ну ладно, попробую ее рассверлить. Если не получится, попробую рядом. Нет, нет, ребятушки. Все очень плохо. Ножи придется менять. Они не сверлить. Сейчас буду менять. Слава богу, винтики я все смазал силиконовой смазкой. Отворачиваются они достаточно легко. Ну, и отвертка есть с собой. Дело мастер боится. И так, оба ножа поменял. Точил я их сам шкуркой. Сейчас посмотрим, как они будут работать. Вот это ничего себе. Вот это да. Вот это я наточил. Ножи все по сверлих срочать. Слушайте, ребят, ну руки-то у меня, значит, еще и с того места растут. Шкуркой, без всяких приспособок. На столе, можно так сказать. На коленке наточил и сверлит очень хорошо. Я доволен. Зацените, господа, какой лед. Ну, где-то метр, наверное, лед. Или около того. Надеюсь, меня слышно и видно. Сегодня очень сильный ветер. Только что вот была поклевочка. Что-то хорошее сидело на крючке. Но, к сожалению, сорвалась. Пока я тут кнопку нажимал, хотел включить эфир с радостной новости. Но, к сожалению, получилось так. Пока ловлю на мотыля. У меня еще есть опарыш с собой. Сейчас, ребят, мы все с вами наладим. Постараюсь и показать и поклевки. Ну, и все, чтобы вы видели. Немножко лунку тоже прикормил. Прикормочным мотылем. Леска путается. Зараза, сел я, конечно, не очень-то удобно. Но, ладно, как сел, так сел. Сейчас уже не до пересаживания. Вот, насадил мотыля трех стук. Поклевка была достаточно такая хорошая. Ну, и рыбу, когда я вываживал, ну, достаточно, ну, немалек был. О-о-о-о-о. Есть! Есть, ребята! Смотрите-ка. Вот она. Вот она, смотрите. Сразу рыбка. Вот, видите, вторая уже. Ну, первую я упустил. Так, немного текут у меня сопли от ветра. Ну, такой окушочек нормальный. Нормальный, хороший окушок. Так что, ставим лайки окушку за то, что он нам попался. Так, я его, естественно, отпускаю. Рыбу обрать сегодня не буду. Совершил я небольшую ошибку. Сел я прямо на тропинке. Все ходят и нос свой сует ко мне. Вот, ну, ничего страшного, ладно. Так, вот отдел трех мотылей. Мармышка вот такая медненькая у меня. Такого медного цвета. Небольшая. Сколько весит, не знаю, но небольшая. Пробуем еще. О-о-о! Эх! Прям с губ сорвал. Эта руки у меня трясутся. О-о-о! Ничего себе! Поклевка. Вот она, рыба, ребята. Вот она. Вот она, рыбеха. О! Ну, не крупная. Пока не крупная. Ну что? Так. О, какой красавчик. Ладно, не буду его мучить, отпущу. Вот на газетке у меня прикормочный мотыль и обычный мотыль. Как всегда, купил я его в рыбачке на Уральской улице. Ну, такой хороший мотыль, достаточно. Вот, кормовой. Такой весь хорошенький. Сейчас я его как раз подброшу в луночку немножечко. Так. Ну и вот мотыль. Уже снегом немножко. Смотрите, какой крупный, хороший уральский мотыль. Так, давайте, знаете что, попробуем с вами на опарыши сейчас. Попробуем сейчас, плевет ли на опарыши. Просто мне интересно. Так, привет с магазина Рыбочка. Привет, ага. Вот. Давайте еще раз мормышку покажу. Вот такая мормышка медная. Купил я ее уже давно, сто лет назад. Классная мормышка. Так, давайте попробуем. Отсюда, что сейчас, вроде бы нормально клюет. Сейчас посмотрим. Во-во-во-во. Смотрите. Вот она, поклевочка. Ага. Давай-давай. Оп. Нету. И главное, что тут... Во. Ага. Есть. Есть, ребята. Ух ты. Так-так-так-так-так-так-так-так. Вот она. Ух ты, какой укунь. Смотрите. Вот это да. Красавец. Вот это уже покрупнее. Хороший, да. Трофей. Ну, такой, конечно, он никакой. Не Якутия, вы же понимаете. Но все равно уже такой. Ну, даже можно было съесть его. Ну, мы его есть не будем. Как-нибудь в другой раз. У меня была мысля взять с собой там горелочку, сковородочку и пожарить в прямом эфире. Наверное, я это скоро осуществлю. Так что подписывайтесь на канал. Кто не подписан, следите. Возможно, скоро я такое сделаю. То есть сразу буду рыбачить и сразу готовить. Ну, все. Отпускаем его. Давай, иди, дружебан. Показывал вам, да, кто опять же следит за моим каналом. Кто не следит, смотрите этот плейлист монтажей и оснастки. Вот такую штуку для быстрой смены. Мормышек там, неважно. Вот, как видите, она у меня здесь присутствует. И никоим образом это не мешает рыбалке. То есть проводки, все прекрасно работает. Итак, отправляем снасть опять в воду. Даже менять опарыша пока не буду. Очень удобно. Вот я сегодня пришел, поменял мормышку за 3 секунды. И все прекрасно работает. Всем хороших рыбалок, хорошей погоды, трофеев. Ну, и всего самого наилучшего. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok